Сегодня тренеру помогает провести мастер-класс из Китимка Аня. А вообще для хорошей зарядки вам нужны лишь вы сами, говорит Ольга. Начать гимнастику лучше с утра, еще в кровати. Вы можете делать это в кровати, мы сделаем это стоя. Руки в замок и мы тянемся вверх, мы просто вытягиваемся. Это очень приятное упражнение. И на выдох мы опускаемся вниз, спинку можно округлить и снова потянулись вверх. После потягиваний подъем будет легким. Чтобы твердо стоять на ногах, Ольга советует размять стопы. Встаем на носочки и просто ходим по квартире. Ходить на носках, пятках, внутренней и внешней стороне стоп по 30 секунд. Затем перекаты. Если здесь будут неточности, не беда. Следить за техникой желательно при вращении, поворотах и наклонах головы. Никакой силы, говорит Ольга, только мягкие плавные движения. Здесь возможны ошибки при поворотах головы, когда люди закидывают голову назад. Важно не закидывать голову назад, а тянуться больше подбородком и работать на вертикальной оси. И мы как бы вытягиваемся вверх. И на этом вытяжении мы работаем. При наклонах головы люди тоже путаются в технике. Не тянуть ухо к плечу, а тянуться ухом вверх. То есть вытягивать боковую поверхность шеи. Движение руками в плечах и локтях сделать по 8-16 раз. Важно не забывать дышать, говорит тренер. Покрутить тазобедренным суставом под музыку и перейти к более сложным упражнениям. Например, наклоном туловища в стороны. Многие выполняют их неправильно. Здесь важно не заваливаться ни вперед, ни назад. Возможно, ошибки некоторые делают. Стараются ниже наклониться и как бы поджимают бок. Нам важно вытянуть бок, а не наклониться ниже. Спортсмены спокойно относятся к приседаниям. А вот любители избегают этого упражнения все потому, что тяжело колену, говорит Ольга. Боли быть не должно. Важно отталкиваться пятками, чтобы когда вы сели, вы смогли оторвать носочки. То есть слегка, слегка отвели таз назад и достаточно. Фитнес-тренеры часто рекомендуют делать скрутки. При правильной технике они стимулируют работу внутренних органов. В данном скручивании спины и ног важно, чтобы противоположное плечо оставалось на полу. Лучше не опускать ноги низко, если не получается удержать плечо. Еще одна скрутка, когда мы тянем противоположные локоть и колено друг к другу. Здесь важно не зажимать шею и подниматься не с помощью рук, а с помощью мышц пресса. То есть на выдох мы втягиваем живот и приподнимаемся. При желании можно побыть и кошкой. На выдохе делаем спину круглой, на вдохе прогибаемся. Завершить зарядку лучше массажем головы. Все движения идут к макушке. Слегка сдвигаем кожу. Кожа на голове должна сдвигаться в разных направлениях. И слегка себя похлопаем. Движения от центра к периферии. И спускаемся по шейке вниз. Вот, мы уже порозовели. Чего и всем желаем. Привычка делать зарядку придет не сразу, говорит Ольга. Примерно 20 дней нужно себя заставлять. Потом тело само попросит нагрузки. Работа нужно будет.